здравствуйте уважаемые коллеги сегодня продолжаем и хотел бы вам сегодня показать как вот прошлый раз рассказал как мою пациентке такую конструкцию сделали не только ортопедическую но и хирургическую сегодня хочу вам рассказать немножко по этой конструкции но больше уделить времени именно анатомия анатомия мест установки имплантатов и так пожалуйста на снимке показываю что у нас получилось этой пациентке предыдущий вот были установлены имплантаты но здесь пол полностью мы работали также с нижней челюстью с верхней но обратите внимание именно на верхнюю челюсть были установлены два имплантата первом сегменте во фронте больше даже 1 2 сегмента мы не задействовали второй сегмент у нас задействовано только скуловым имплантатом а с правой стороны мы установили в области двенадцатого и тринадцатого имплантаты также в области бугра верхней челюсти 18 зуба и в проекции 16 зуба установили скуловой имплантант с левой стороны с левой стороны не стали ставить имплант перегаидальную область почему потому что во время операции не получили хорошей первичной стабилизации достаточно мягкая кость была кость была не смогли достигнуть нужной стабилизации поэтому было принято решение оставить конструкцию так как есть без установки перегаидального имплантата с левой стороны опять же так вопросу тому вопросу планирования что если план они сработают у вас должен быть всегда план б поэтому при расчете конструкции то что мы не установили имплантат в области двадцать восьмого на стабильность конструкции при условии что установлены скуловые имплантаты ну не должно это все повлиять вот пожалуйста вы видите на компьютерной томограмме как установлены имплантаты два скуловых очень хорошо видны и с левой стороны я вам покажу и справа и пожалуйста смотрите вот и уже в разрезе на кт следующий снимок вот здесь видно видны установлены имплантаты скуловые задействованы рабочая часть имплантов задействована обе картикальные пластинки скуловой кости паре такой ситуации такой установки получается наиболее высокая стабильность этих имплантатов и с правой стороны если вы обратите внимание вы видели какая была утолщенная слизистая при установке имплантаты провел ревизию пазухи правой убрал видоизмененную утолщенную слизистую оболочку установил имплантат все это наглухо зашил вот и в этом случае нам не приходится ожидать каких-то осложнений почему потому что поверхность имплантата который мы использовали это имплантат норрис полирована только рабочая часть обработана которая находится в кости скуловой часть же которая контактирует со слизистой пазухи самой пазухой полированная полированный питант на нем не прикрепляется микроорганизм и соответственно он не может стать источником андонтогенного гайморита достаточно много было раньше установлено таких имплантов еще больше имплантов базальных своей практике использовал они тоже все полированы тоже используется скуловой базальные имплантаты и также никаких проблем не возникало связи с тем что титан полированный из полированным титаном вообще всегда все хорошо вот так живут посмотрите пожалуйста на установленные в перегайдальной области справа 3 гайдальный имплантат вот здесь может быть снимок недостаточно хорош но обратите внимание на то как он установлен то есть использован не только бугор но и при установке было использовано и картикальная клость крыловидного отростка вот также ортопантомограмма установленных имплантатов вы видите что сравнение с компьютерной томограммой совершенно не информативно то есть на орта нам непонятно что за скуловые импланты где они заканчиваются где они фиксируются поэтому опять же к вопросу об информативности всегда используйте компьютерный томограф 3d томография это наиболее хороший выход из ситуации всегда вы хорошо сможете все продиагностировать распланировать и установить имплантаты в нужных вам районах для того чтобы правильно распланировать установку имплантатов нужно знание не только умение пользоваться компьютерным томографом но и знание хорошей анатомии той области в которой мы работаем сейчас я небольшое покажу слайды по анатомии данной области все-таки больше упор сделано перегоидальную область область бугра верхней челюсти так как об этом говорится достаточно редко мало кто в этой области ориентируется и мало кто устанавливает имплантаты поэтому на этой области больше остановлю свое внимание по поводу сколовых имплантатов сейчас достаточно много специалистов с ними работает поэтому сколовую область анатомически особенно мы сегодня не обсудим обсудим именно перегоидали вот пожалуйста слайд на котором зеленым отмечена верхняя челюсть также вы видите чтобы мы понимали в какой области мы работаем и должны знать какие кости здесь используются на этом слайде зелено обозначена верхняя челюсть мы помним что это парная кость есть левая верхняя челюсть есть правая сзади к ней прилегает небная кость и небной кости еще дальше прилегает крыловидный отросток основной кости он же крыловидный отросток ос феноидали он же крыловидный отросток крыловидной кости его могут называть по разному несколько названий ну вот обычно называется крыловидный отросток вот дальше на слайде вы видите зеленым обозначена это небная кость она очень плотно соединяется с крыловидным отростком также на плотно соединяется с верхней челюстью дело в том что вот форма небной кости она очень вариативно то есть она может бы иметь толстую картикальную пластинку может иметь тонкую картикальную пластинку может иметь очень маленькая площадь прилегания как крыловидному отростку так и бугрую верхней челюсти поэтому обязательно обязательно в 3d вы должны рассмотреть как соотносится это кость со всеми остальными с верхней челюстью и с крыловидным отростком для того чтобы знать куда установить имплант и правильно распланировать и не только это кость но и также крыловидный отросток имеет очень большую вариативность мы знаем что есть две пластинки крыловидного отростка наружная внутренняя пластины также по отношению друг к другу они очень вариативны они очень вариативны по высоте по прилеганию к небной кости прилеганию к бугру вот здесь на рисунке это примерно стандартная ситуация но со стандартными ситуациями вы будете встречаться крайне редко всегда есть какие-то отклонения о том какие это отклонения и как с этим работать как с этим взаимодействовать я расскажу уже последующих последующих видео здесь пока мы смотрим на анатомию дальше нам важно вы видите что нам важна вот именно область соединения крыловидного отростка с бугром и верхней челюсти и с небной костью почему потому что образуется несколько картикальных пластинок то есть картикальную пластину имеет бугор картикальную пластину имеет краиловидный отросток также небная кость и иногда оно настолько плотное соединение что имплантат имеет стабильность при установке значительно выше чем 40 ньютонов на сантиметр квадратный то есть мы знаем что допустим установка имплантата 45 ньютонов на сантиметр квадратный иногда даже используется такое усилие для того чтобы использовать немедленную нагрузку зачастую мы используем немедленную нагрузку и стабильность установки имплантата иногда даже превышает эти 45 ньютонов на сантиметр именно за счет того что вместе соединения этих трех костей бугра небной и основной кости крыловидного отростка достаточно плотно картикальная несколько плотных картикальных пластинок что дает нам возможность стабильно установить имплант также мы должны знать места прикрепления мышц крыловидных мышц здесь в этой области также есть наружная крыловидная мышца и внутренняя крыловидная мышца вот на снимке вы видите наружная крыловидная мышца прикрепляется наружной поверхности наружного крыловидного отростка пластинки наружного крыловидного наружной пластинки крыловидного отростка также есть внутренняя крыловидная мышца которая одной из своих ножек прикрепляется к месту вообще по анатомии писать учебник анатомии описывает что она прикрепляется внутренняя крыловидная мышца внутренней пластинки крыловидного отростка запутал вас наверное уже ну вот на снимке вы сейчас увидите на но она и как вот здесь на рисунке нарисована чаще всего она заходит между пластинами крыловидного отростка наружный и внутренний и там прикрепляется и к внутреннему крыловидному отростку она с внутренней стороны прикреплена вот это место нас больше всего интересует потому что в область прикрепления внутренней крыловидной мышцы чаще всего при сверлении мы выходим и туда же устанавливается имплантат в эту область он зачастую выходит проходит через крыловидную пластинку и выходит когда в области прикрепления мышцы ничего в этом хорошего нет потому что можем травмировать мышцу но также ничего особенного и плохого потому что самое частое осложнение которые возникают при повреждении этой мышцы но это на какое-то время затрудненное открывание рта болезненность при жевании который проходит достаточно быстро потому что мы знаем что в жевании у нас участвуют мышцы вот эти которые уже сегодня описали внутренне наружная крыловидная мышца также височная также жевательные мышцы но так как основная нагрузка у нас падает на жевательную и височную мышцы поэтому мышцы крыловидные они не имеют такого большого значения соответственно человек гораздо боль быстрее адаптируется в случае ранения этих мышц и даже при отсечении какой-то из этих мышц сживание не будет сильно страдать но все равно стараемся меньше в этом месте повреждать крыловидную мышцу соответственно и меньше будет претензии от пациента нам также хотел бы сказать немножко остановиться на расположении сосудов и нервных нервов этой области дело в том что основная масса сосудов артерий вен лимфатических сосудов находится достаточно далеко от этой области то есть мы говорим об области между ножками крыловидного отростка если хотите еще раз можете назад вернуть ножки латеральная и медиальная то есть или наружная и внутренняя вот в этой месте где прикрепляется внутренняя крыловидная мышца там практически не проходят никакие жизненно важные сосуды и самый ближайший сосуд который находится от этого места на расстоянии где-то 4 сантиметра вот самый крупный сосуд то есть вы при правильной установке если вы не выходите за пределы ни наружной ни внутренней пластинки вы попадаете между пластинами то травмировать что-то кроме крыловидной мышцы практически невозможно видите сосуды на следующей картинке а также расположение нервных стволов видите они зачастую чаще всего расположены к наружу от крыловидных мышц и также в той области не проходят никакие крупные нервы и нету крупных сплетений которые мы могли бы правильно работая правильно знаю анатомию повредить в связи с этим работать там можно спокойно единственное на что нужно обращать внимание чтобы мы не выходили не снаружи от латеральной пластинки крыловидного тростка не кнутри то есть нужно нам четко определить какой области мы работаем и если мы соблюдаем эти условия если мы не выходим за эти границы то нанести какие-то серьезные повреждения пациенту мы не можем знание анатомии нам помогает правильно установить имплантат а как избежать того чтобы выйти наружи или кнутри от крыловидного отростка я вам покажу в следующий раз спасибо большое за внимание очень приятно что вы меня слушаете до следующих встреч